Ну, добрый день, уважаемые студенты. Тема нашей сегодняшней лекции – это ВИЧ в акушерстве, перинатальные инфекции. И вторая часть нашей лекции будет посвящена резуссенсибилизации. Итак, напомню, что вирус иммунодефицита человека – это антропонозная инфекция, характеризующаяся прогрессирующим поражением иммунной системы, приводящим к развитию синдрома, приобретённого иммунодефицита и смерти от вторичных заболеваний. Возбудитель относится к семейству ретровирусов, подсемейству медленных вирусов. Инфицирование ВИЧ может происходить многими путями. Это и половой, инъекционный, инструментальный, гемотрансфузионный, трансплантационный, профессиональный, перинатальный. Но всё-таки основными путями распространения инфекции в мире считаются половой, инъекционный и перинатальный. Передача вируса от инфицированной матери к ребёнку может происходить антенатально – это во время беременности, интранатально – это во время родов, и постнатально – это в послеродовом периоде. Факторы, которые способствуют передаче вируса от матери к ребёнку Состояние самого здоровья матери Стадия ВИЧ-инфекции Наличие у матери экстрагенитальной патологии и заболеваний, передающихся половым путём Генотип и фенотип вируса Состояние плаценты Наличие таких осложнений беременности и родов, как хорианомнионид, плацентарная недостаточность, преждевременная отслойка плаценты, кровотечение, гестационный возраст плода при рождении, Патологическое течение родов Это аномалия родовой деятельности Это продолжительность родов более 12 часов Безводный период более 4 часов Это большое количество влагалищных исследований Это применение амниотомии, эпизиотомии, перинеотомии Это операция наложения кушерских щипцов Это мониторинг с использованием инвазивных методов диагностики в родах То есть все эти факторы способствуют передаче вируса от матери к ребёнку Классификация стадии ВИЧ Но она не претерпевала никаких изменений с 2001 года Ничего нового в акушерстве Это стадия инкубации, период от момента заражения До появления признаков острой инфекции И или выработки антител Вторая стадия ранней ВИЧ-инфекции Это первичный ответ организма на внедрение возбудителя В виде клинических проявлений И или выработки антител Существуют два варианта течения этой стадии Это бессимптомная сероконверсия Это острая ВИЧ-инфекция без вторичных проявлений Это острая инфекция с вторичными заболеваниями Третья стадия Это субклиническая Это медленное прогрессирование иммунодефицита С постепенным снижением уровня CD4 лимфоцитов Умеренной репликации вируса И незначительной лимфоденопатии Четвёртая стадия Это стадия вторичных заболеваний Когда продолжается репликация вируса Приводящая к развитию вторичных Или ещё называются неопортунистических Инфекционных и или онкологических заболеваний В зависимости от тяжести Выделяют опять же четвёртую А, Б, В И всё заканчивается терминальной стадией Когда вторичные заболевания Приобретают необратимое течение Терапия при этом не даёт результатов И пациенты погибают в течение нескольких месяцев Диагностика ВИЧ-инфекции включает два этапа Первый – это установление собственно факта заражённости ВИЧ И второй – это определение стадии характера течения и прогноза заболевания Лабораторные исследования включают в себя иммуноферментный анализ, иммунный блотинг и полимеразная цепная реакция Помимо специфических методов диагностики Применяют иммунологические методы Которые позволяют определить стадию заболевания на основании таких показателей Как общее количество лимфоцитов Количество Т-хелперов – это CD4 клетки Количество Т-супрессоров – это CD8 И иммунорегуляторного индекса соотношения CD4 к CD8 У большинства здоровых взрослых людей Минимальное число CD4 составляет около 1400 Уменьшение количества Т-хелперов до 500 Свидетельствует о развивающейся иммуносупрессии А в стадии СПИДа их может быть менее 200 При норме 1400 Содержание Т-хелперов Риск развития СПИДа и смерти В ближайший год у больных с количеством CD4 Менее 500 составляет 5% А у лиц с количеством менее 50% Это уже составляет 70% Уровень Т-хелперов помогает также оценить потребность в антиретровирусной терапии А повышение содержания Т-хелперов через месяц после начала терапии Считают критерием ее эффективности Коэффициент CD4 и CD8 у здоровых людей составляет 1,8 2,2 Его снижение свидетельствует об иммуносупрессии Беременные женщины Тестирование на ВИЧ во время беременности проводится 3 раза В свои определенные сроки То есть первый раз это при постановке на учет по беременности при первом обращении Но известно, что рекомендовано встать на учет беременным в сроке до 12 недели То есть соответственно первый раз это при воспитанной беременной этот срок будет где-то в районе до 12 недели Второй раз это срок 30-32 недели И третий перед родами или при поступлении женщины на роды То есть трижды в амбулаторной карте должна быть запись о тестировании на ВИЧ Для лечения ВИЧ-инфекции из ПИДа применяют следующие препараты Первая группа это ингибиторы обратной транскриптазы ВИЧ Вторая ингибиторы протеазы ВИЧ И третья препараты из группы индукторов интерферонов Обладающие неспецифической антивирусной активностью Выделяют две основные группы Теперь уже и показаний к антиретровирусной терапии Первая это антиретровирусная терапия самой ВИЧ-инфекции А вторая цель антиретровирусной терапии у беременных Это химиопрофилактика перинатальной передачи ВИЧ от матери к плоду Другими словами это называлось Предотвратить вертикальную трансмиссию от матери к плоду То есть это также цель антиретровирусной терапии Показания к антиретровирусной терапии Опять же определяют в зависимости от стадии ВИЧ От уровня СД4 лимфоцитов От количества вирусных копий в одном миллилитре И от срока беременности При сроке беременности до 10 недель Лечение следует начинать только в стадиях 2 А, Б, В При вирусной нагрузке ВИЧ выше 100 тысяч копий в одном миллилитре В стадии 3 и 4 А при количестве СД4 менее 100 И вирусной нагрузке выше 100 тысяч копий в одном миллилитре И в стадии 4 В независимо от количества СД4 и уровня вирусной нагрузки При более благоприятных стадиях заболевания Если уровень СД4 лимфоцитов составляет не менее 200 Проводимое лечение следует прервать до завершения 13 недели беременности Мы помним, что срок до 12 недели очень уязвим И все эти препараты очень небезвредны Поэтому если в стадии заболевания уровень вирусной нагрузки и количество СД4 позволяет То все-таки лучше это все делать после 13 недели Здесь представлены схемы химия-профилактика Передачи ВИЧ от матери ребенку в Российской Федерации Но первая схема это с зидавудином Когда начинают эту профилактику с 28 недели Если ВИЧ-инфекция у беременной была выявлена в более поздние сроки Химия-профилактику начинают с момента установления диагноза Назначают зидавудин внутрь по 200 мг 3 раза в сутки на весь срок беременности При непереносимости может быть использован фосфазит Также по 200 мг 3 раза в сутки на весь срок беременности Вторая принятая схема химия-профилактики Это схема с неверопомилом Когда таблетки 002 однократно назначают при начале родовой деятельности И схема с внутривенным введением зидавудина Также назначают при начале родовой деятельности В течение первого часа вводят из расчета 002 грамма на килограмм Затем из расчета 001 до завершения родов То есть вся эта дозировка подбирается опять же в зависимости от стадии, степени CD4 вирусной нагрузки Кроме того предложены в России так называемые резервные схемы Их рекомендуют при невозможности по каким-либо причинам применить одну из основных Это возможно пероральное введение зидавудина Либо опять же таблетированное введение фосфазита Ну понятно, что сами кушер-гинекологи как бы такую терапию не назначают То есть идет консультация врача СПИД-центра Которые в общем-то и эту терапию назначают И если это выявилось только во время беременности Потому что многие женщины, они в общем-то в СПИД-центрах состоят на учете и до беременности Оценка эффективности лечения Основной критерием эффективности химиопрофилактики является, конечно, предотвращение инфицирования ребенка И проведение химиопрофилактики То есть ни в коем случае не надо ВИЧ-инфицированной женщине отказываться от лечения Потому что именно химиопрофилактика позволяет снизить вероятность инфицирования ребенка в 3-4 раза ВИЧ-инфицированная женщина может родить не ВИЧ-позитивного ребенка На этом слайде в общем-то уже как бы можно ответить на много вопросов Так а как же родоразрешаются ВИЧ-инфицированные женщины? Выбор метода родоразрешения зависит от вирусной нагрузки Вирусная нагрузка больше 1000 копий в 1 мл Является показанием к операции кесарево сечения Если вирусная нагрузка меньше 1000 копий в 1 мл То женщине могут быть предложены роды через естественные родовые пути И считается, что при такой вирусной нагрузке риск инфицирования плода очень низок Когда делать кесарево сечение и какая особенность кесарево сечения у ВИЧ-инфицированных женщин? Рекомендуется планировать кесарево сечение до начала родов и до разрыва плодного пузыря То есть если женщина не вступила в роды Но мы подходим к доношенной беременности То есть в общем-то 38 недель Мы можем женщину готовить на операцию И желательно, чтобы у нее не было родовой деятельности И у нее был целый пузырь При таких условиях снижается риск трансмиссии на 55-80% Второй аспект особенности Видно, что если во время операции кесарево сечение То желательно стараться достать ребенка в плодном пузыре Чтобы у него не было контакта с биологическими средами матери Ну понятно, что не всегда удается вскрыть матку и не вскрыть плодный пузырь Но в общем-то как можно стремиться к этому надо То есть вот этот плодный пузырь тоже будет являться защитой плода от заражения ВИЧ-инфекцией И вот мы с вами в общем-то и ответили на вопрос Как же родоразрешаются женщины? Еще раз повторюсь, это все зависит от вирусной нагрузки Вирусная нагрузка больше тысячи копий Является показанием к операции кесарево сечение Детей родившихся от ВИЧ-инфицированных матерей Следует не прикладывать к груди и не кормить материнским молоком А сразу же после рождения переводить на искусственное скармливание Потому что женщина может инфицировать ребенка и через грудное молоко Детей родившихся от женщин, которые не обследованы на ВИЧ Если в амбулаторной карте у вас нет 3 отметки о 3-х кратном тестировании беременной на ВИЧ То к этой беременной надо относиться как потенциально инфицированной И не рекомендуется с согласием матери прикладывать этих детей к груди И не рекомендуется скармливать с сеженным материнским молоком До получения отрицательного результата обследования матери на ВИЧ Новорожденному также проводится химия-профилактика И первый прием препарата рекомендовано проводить через 8 часов после рождения Потому что более позднее назначение антиретровирусных препаратов считается менее эффективным Существует также несколько схем Это в общем-то те же препараты, что и материнские Но в форме сиропа И рассчитываются на килограмм веса ребенка И назначаются каждые 6 часов в течение 6 недель Если это схема с неверопомином Помином, то в форме суспензии Также рассчитываются на килограмм веса 1 раз в день в течение 3 дней с интервалом 24 часа Следующий раздел нашей лекции Это внутриутробные инфекции И внутриутробные инфекционные заболевания Определяют развитие воспалительного процесса В одном или нескольких органах плода Связанные с перинатальным, антинатальным Или интранатальным заражением инфекционным агентом Понятия внутриутробная инфекция И внутриутробное инфицирование неоднозначны Так как при внутриутробном инфицировании Могут отсутствовать внутриутробные поражения внутренних органов А при внутриутробной инфекции они есть всегда. Посмотреть на этиологию внутриутробных инфекций. Это вирусы, это бактерии, это простейшие, это грибы. В 1971 году был введен термин торчкомплекс, который расшифровывается как по первым буквам. Таксоплазмоз, остальные инфекции, краснуха, цитомегаловирус и герпес. Остановимся потом на некоторых из них. Пути передачи инфекции от матери к плоду. Также очень много путей. Трансплацентарный путь, контактный, восходящий, нисходящий, интранатальный. Исход внутриутробного заражения определяется. Микроорганизмом, его вирулентностью, инфицирующей дозой и тератогенной активностью. Временем инфицирования. Если инфицирование произошло в первые две недели, можно предположить развитие бластопатии. Две недели, 12 недель – это эмбриопатия. И 12-40 недель – это фетопатия плода. Кроме того, исход внутриутробного заражения определяется и характером воспалительной реакции в ответ на инфекционное воздействие. Классификация внутриутробных инфекций. По этиологии. По распространенности процесса – это локализованная либо генерализованная форма. По топике воспалительного процесса, то есть троппинг к какой ткани – это дерматиты, пневмонии, гепатиты, энцефалиты. По течению выделяют молниеносные, когда летальность в течение двух дней жизни, острые – длительностью до месяца, подострые – длительностью более месяца и хронические. Диагностика. Натолкнуть на наличие внутриутробной инфекции могут такие данные в акушерском анамнезе. Это явление хорианамнеонита или изменение околоплодных вод. Околоплодные воды, там, зловонные, с неприятным запахом. Инфекционные заболевания матери во время беременности. Длительный безводный период. Неоднократная угроза прерывания беременности. Исмикоцервикальная недостаточность. Преждевременные роды и роды вне лечебного учреждения. Из клинических проявлений абсолютные признаки – это проявления в первые два дня жизни, экзантемы, либо наличие при рождении гепатосплена мегалии, либо желтушность при отсутствии гемолитической болезни, также глазная патология, врожденные пороки. И относительными признаками может быть внутриутробная гипотрофия плода. Данные лабораторных исследований направлены на выявление возбудителя, определение антигенов, обнаружение ДНК и РНК, регистрация иммунного ответа. И дополнительно можно использовать инструментальные методы при той или иной внутриутробной инфекции УЗИ, нейросонография в последующем, либо амниоцинтез. Общее пока лечение внутриутробных инфекций, этиотропное, в зависимости, понятно, от возбудителя, это будет либо антибиотикотерапия, либо противовирусные препараты. Иммунотерапия – это специфические, либо неспецифические иммуноглобулины, интерфероны, либо индукторы интерфероны. Патогенетическая и симптоматическая терапия. Теперь немножечко поподробнее о некоторых из этих инфекций. Краснуха. Вирусная инфекция человека существует в двух формах – врожденная и приобретенная. Возбудителем является РНК-содержащий вирус рода рубивирус, неустойчив во внешней среде. Типичный антропонос – источник инфицирования человек или носитель. Больной заразен за 2-3 дня до появления сыпи, то есть тогда, когда он еще, возможно, не знает, что он больной, и в течение 5 дней болезни. Высокая восприимчивость к инфекции. Путь заражения врожденной формой – это трансплацентарный. Инфицирование плода зависит от срока гестации. Мы видим, что если инфицирование произошло в первом триместре, то это 80%. Если второй – до 35%, и, в общем-то, третий – это 25-50%. Частота заболевания плодов краснухой составляет даже, по некоторым данным, 90% при инфекции у матери в первые 12 недель. Отсюда обоснованным – это является абсолютным показанием к прерыванию беременности. Если этого не случилось, то затем, после рождения, можно увидеть классический синдром – это триада Грега, катаракта, пороки сердца, глухота. Либо расширенный синдром, когда к этой триаде еще дополнительно присоединяется микроцефалия, расширение родничков, глаукома, поражение головной. Либо мозга, поражение вестибулярного аппарата, пороки развития скелета, гепатоспленомегалия, пороки развития мочи половых органов. Цитомегаловирус. Возбудитель ДНК, содержащий вирус, типичный также антропонос. Тоже существуют две основные формы врожденной цитомегаловирусной инфекции – это острая и хроническая. Если мы говорим об острой форме цитомегаловируса, то поражаются органы дыхания, центральная нервная система, почки, кишечник, печень. При этом при рождении ребенка всегда есть триада симптомов. Это желтуха, это геморрагическая сыпь и гепатоспленомегалия. Хроническая форма, когда отмечается наличие порока в развитии ЦНС, поражение со стороны глаз вплоть до атрофии зрительного нерва, поражение печени с развитием хронического гепатита с быстрым переходом в цирроз, изменение в легких и врожденные аномалии развития почек. Механизмы передачи трансплацентарный, вертикальный, заражение во время кормления грудью. И такой факт. При контакте ребенка со слюной матерью это основной механизм заражения инфекцией новорожденных детей. Цитомегаловирус размножается в слюных и молочных железах. Заражение ребенка цитомегаловирусной инфекцией во время родов или в первые дни после родов встречается в 10 раз чаще, чем передача инфекции во время внутриутробного развития плода. То есть слюна и молоко. Вот так вот выглядят дети с врожденной формой цитомегаловирусной инфекцией. Герпес-вирусная инфекция. Это возбудитель ДНК, содержащий вирус. Также типичный антропоноз. Пути передачи интранатально. Это герпес второго типа. Режет трансплацентарно. Герпес-1. Высокая восприимчивость. Опять же характерна для герпеса классическая отряда симптомов, которая включает в себя микро- или гидроцефалию, поражение глаз, бизикулезная сыпь на коже. Лечение герпеса, противовирусные препараты, фотогенетическая либо симптоматическая терапия. То есть, как бы герпес, возможно, все видели, но не только вот эти высыпания характерны для врожденной герпес-вирусной инфекции. Таксоплазмоз. Первичные и основные хозяева таксоплазмоза – это кошки, либо представители семейства кошачьих, человек-случайный хозяин, заонос. Заражение человека происходит следующими путями – элементарным, трансплацентарным, контактным, парентеральным. Классическая отряда врожденного таксоплазмоза включает хориоретимид, внутричерепные кальцификаты, гидроцефалия. Хронический таксоплазмоз не опасен для плода. Опасно инфицирование во время гистации, особенно на ранних сроках развития. И при заражении таксоплазмозом до 12 недели, это также является абсолютным показанием проведению аборта, как же и краснуха. Дополнительными симптомами врожденного таксоплазмоза являются умственная отсталость, микроцефалия, судорожный синдром, параличи, глухота. Вот как прекрасны кошечки, но надо думать о том, что от них можно заразиться таксоплазмозом. Это менее прекрасные картинки с врожденной формой таксоплазмоза. И теперь перейдем к следующей части нашей лекции, не менее важной. Звучит она как иммунологическая несовместимость крови матери и плода. Напомню и расшифруем терминологию. Изоиммунизация – это одна из клинических форм иммунопатологии беременности, возникающая при условии несовместимости организмов матери и плода по разным антигенам и приводящих к тяжелым нарушениям состояния плода и новорожденного. Резус иммунизация во время беременности – это появление у беременной женщины резус антител в ответ на попадание в кровоток фетальных ретроцитарных резус антигенов. 95% всех клинически значимых случаев гемолитической болезни плода обусловлены именно несовместимостью по резус фактору. И только 5% приходится на систему АБ0. Известна сенсибилизация и по другим антигенам, однако она встречается крайне редко, и поэтому в общем-то не вижу смысла на ней останавливаться. Механизм резус иммунизации. Первая картинка. В результате у нас будет в резус отрицательную кровь матери попадают резус положительные ретроциты плода. В ответ на попадание этих антигенов положительных в организм матери вырабатываются антитела, то есть женщина становится резус сенсибилизированной. Что же такое резус конфликт? Резус конфликт получается уже при повторных беременностях. Вот эти антитела, которые уже есть в материнском организме, они возвращаются обратно к антигенам, то есть это ретроциты, в общем-то плода, это антигены. Образуют антитела, антигенные комплексы и завершается это все разрушением антигена, то есть гемолиза, ретроцитов и анемия. Это две разницы. Там только антитела, то есть здесь антитела уже связались и разрушили антиген. В скрине включает в себя определение группы крови резус-фактора. У женщин с резус-отрицательной кровью проводят исследование группы крови и резус-фактора партнера. Факторами риска иммунизации являются самопроизвольный аборт, искусственный аборт, нематочная беременность, беременность доношенного срока, роды при совместимости по группе и роды при несовместимости по группе, амниоцинтез и переливание ретроцитов положительной крови. Вдруг такое случилось. Оценка резус-иммунизации беременности. То есть мы говорили, что резус-отрицательная женщина, у нее должен быть обследован на группу и резус еще и ее партнер. И при этом, если мать и отец имеют резус-отрицательную кровь, то нет необходимости в дальнейшем динамическом определении у этой женщины уровня антител. Не хочу пропагандировать, но резус-отрицательная женщины должны себе искать резус-отрицательного мужчину. Это шутка. В случае, ну в каждой шутке есть доля правды. В случае, когда беременная, срезу с отрицательной кровью, имеет партнера, срезу с положительной кровью, следующим этапом должно быть определение титра антител в динамике. Наличие информации о предыдущих титрах антител необходимо для решения вопроса о том, имелась ли иммунизация до настоящего момента или она развилась при данной беременности. Определение класса антител. Мы знаем, что есть иммуноглобулины М полные, которые не представляют риска для плода. И иммуноглобулины G не полные, которые как раз и вызывают гемолитическую болезнь плода. Специальные методы исследования это прямая и непрямая проба КУМСа с применением антиглобулиновой сыворотки. Резус-сенсибилизация начинает определяться при титре 1 к 4. Риск для плода значим уже при титре антител 1 и 16. Критическим уровнем считается 1,16, 1,32 и понятно, чем выше, тем намного хуже. Ведение беременных. Первое, надо определиться. Если беременная резус отрицательная, но не иммунизированная, то есть у нее нет титра антител. У таких беременных титр антител определяется ежемесячно. Если у нее вдруг обнаружили на любом сроке резус антидэнтитела, то беременную следует вести как беременную с резус иммунизацией. При отсутствии из-за иммунизации беременной вводят антидэн, резус иммуноглобулин на 28 неделе беременности. Дальше мы еще вернемся к способам профилактики, но еще раз. Если женщина не иммунизирована, то есть она резус отрицательная, но титра антител у нее нет, тогда можно провести ей профилактику на 28 неделе беременности. Если эту профилактику в 28 провели, то определение антител в крови беременной уже не имеет никакого клинического значения. Как ведут иммунизированных или сенсибилизированных беременных? Кроме титра антител, конечно, нужен контроль за внутриутробным состоянием плода. Наиболее точно при УЗИ ставится диагноз отечной формы гемолитической болезни плода. Нет достоверных критериев тяжелой анемии у плода. Но, честно говоря, если на УЗИ уже видны маркеры отечной формы гемолитической болезни плода, то прогноз для новорожденного очень сомнительный. Есть литературные данные, то есть здесь еще нет достоверных критерий анемии, но могу сказать, что если провести доплерографическое исследование и увеличенная скорость в среднемозговой артерии также может являться как раз маркером анемической формы гемолитической болезни, если женщина, в общем-то, резуется отрицательно еще и с титром, и как бы никаких других маркеров нет. Ультразвуковое исследование целесообразно производить с 18-20 недели. Повторное УЗИ проводится в 24-26, то есть там через 3-4 недели, в общем-то, и непосредственно перед родами. Опять же, в зависимости от состояния, это может быть опять интервал недели, либо это может быть интервал даже 1-2-3 дня, особенно если стоит вопрос о недоношенном сроке, и, в общем-то, когда каждый день идет все-таки на благо плоду. Но надо здесь не перестараться ни в ту, ни в другую сторону. Опять же, отечная форма – это выраженная водянка плода, когда одним из ранних признаков можно будет увидеть гидроперикард, а сытый гидротурокс в сочетании с многоводием также является очень неблагоприятным прогностическим признаком. Кардиомигалия – отек кожи головы и кожи конечностей, то есть на УЗИ этот отек будет виден как двойной контур головки. Плохая сократимость и утолщение стенки желудочков, увеличение хогенности кишечника из-за отека его стенок, гипертрофированная и утолщенная, опять же, от отека плацента, структура плаценты гомогенная. И, опять же, характерно, необычная поза плода, известная как поза Будды. О чем это говорит? Это позвоночник и конечности отведены от раздутого, в общем-то, живота. То есть плод не может привести ножки и ручки к животу за счет того, что там асыт, за счет того, что там гидротурок, за счет того, что там гепатоспленомигалия. Именно характерная поза Будды. Но, опять же, скажу, если все эти маркеры видны, то, в общем-то, прогноз очень сомнителен. На тяжесть гемолитической болезни плода также могут указывать следующие ультразвуковые признаки. Это расширение вены пуповины более 10 мм, в том числе увеличение диаметра ее внутри печеночного отдела. Это увеличение вертикального размера печени, это утолщение плаценты за счет отека, мы уже говорили. И вот, вот эта фраза. Увеличение скорости правотока в нисходящей части аорты плода или же средней мозговой артерии. Все это будет говорить об анемической форме. Вот то, о чем я говорила. Вот видна головка плода, и как бы она очерчена двумя такими контурами. Вот получается этот вот отек кожи, вот и дает вот эти вот двойные контуры головки, что является, опять же, маркером отечной формы. Функциональное состояние плода у беременных срезают сенсибилизацией, также оценивают, используя и кардиотокографию, и биофизический профиль плода, начиная с 32-й недели. При наличии признаков дистресса плода, мониторинг проводят ежедневно для раннего выявления ухудшения плода. То есть нам надо попасть, опять же, если речь идет о недоношенной беременности, нам надо поймать момент, когда пролагировать беременность уже является нецелесообразным, потому что это только ухудшает состояние плода. При этом при КТГ отмечаются характерные для дистресса плода изменения. Регистрация при КТГ кривой синусоидального типа свидетельствует аналития течной формы гемолитической болезни плода и крайне тяжелом состоянии плода. Кроме того, проведение такой инвазивной диагностической манипуляции, как амниоцинтез, также позволяет диагностировать тяжесть гемолитической болезни плода. Вот теперь мы про этот амниоцинтез поговорим, то есть не путаем амниоскопию и амниоцинтез. Скопия – это мы смотрели плодный пузырь с водами, а амниоцинтез – это мы производим забор околоплодных вод для спектрального анализа. Показанием проведения амниоцинтеза является отягощенный акушерский анамнез. Это анте, интро или постнатальная гибель детей от тяжелых форм гемолитической болезни. То есть собирая анамнез, мы уже делаем раскладку, что у женщины были потери и связанные именно с гемолитической болезнью. Наличие детей, перенесших, заменное переливание, опять же, в связи с гемолитической болезнью. Обнаружение УЗИ-маркеров, не будем мы дожидаться УЗИ-маркеров, отечной формы, лучше мы найдем начало и уровень титра антител 1,16 и выше. То есть при титре 1,16 обязательно делается амниоцинтез для того, чтобы определить риск развития гемолитической болезни плода. Полученную жидкость переносят в темный сацуд, после центрифугирования и фильтрования подвергают спектрофотометрическому анализу. Для определения степени тяжести гемолитической болезни плода в общем-то была предложена такая карта Лили, которая в зависимости от оптической плотности билирубина и срока беременности выделяла нижнюю зону, среднюю зону и верхнюю зону. И отсюда видно, что если мы уже перейдем по показателям в верхнюю зону, то тут уже у нас идет и линия действия, то есть надо ставить вопрос об родоразрешении. Вот эти вот три зоны, то есть нижняя первая зона самая благоприятная, при этом подразумевается, что плод не имеет повреждений, рождается с гемоглобином выше 120, ну то есть плюс-минус норма, и не требует досрочного родоразрешения. Если мы получили вторую, либо среднюю зону, досрочное родоразрешение не проводят, пока уровень билирубина не повысится до границы опасной третьей зоны, либо плод не достигнет 32 недель. Уровень гемоглобина при этом снижается, это уже 80-120, и досрочное родоразрешение, если получили эту вторую зону, показано в случаях, когда зрелые легкие плода, или когда предыдущая внутриутробная смерть плода произошла в те же сроки, то есть чтобы не потерять и этого плода в эти же сроки, тогда в общем-то идут на досрочное родоразрешение, и резкое повышение дельтооптической плотности околоплодных вод, что свидетельствует опять же о высоком риске гемолитической болезни. И если получена третья или верхняя зона, это говорит о том, что возможно антинатальная гибель плода в течение 70 дней следует провести трансфузию крови при отсутствии возможности родоразрешения, при этом уровень гемоглобина пуповидной крови ниже 90 грамм на литр. Опять же, в зависимости от оптической плотности околоплодных вод, это первая табличка, и содержание билирубина в околоплодных водах, можно рассчитать риск развития гемолитической болезни плода. Ну, пример. Оптическая плотность околоплодных вод 0,15, билирубин 0,2, риск низкий. Но если же мы видим, что оптическая плотность более 0,7, билирубин уже более 9,5, это риск развития крайне высокий. Кордоцинтез позволяет определять следующие показатели у плода. Это группа крови резус, гемоглобин, гематокрит, антитела, связанные с фетальными ретроцитами, билирубин, количество ретикулоцитов, уровень сыворочного белка и кислотно-основное состояние. Теперь, что же делать в зависимости от полученных результатов, которые базируются на оптической плотности околоплодных вод либо на оптической плотности билирубина. При сроке беременности более 34 недель и при наличии в пациентке третьей зоны риска, то есть самая прогностически плохая, или уровня фетального гематокрита ниже 30 плацентах в признаках водянки плода должно быть предпринято родоразрешение. Но тут навряд ли уже поспоришь, да? То есть, но опять же, более 34 недели. Почему именно акцент идет на более 34 недели? Потому что считается, что после 34 недель легкие плода уже все-таки созрели и профилактику синдрома дыхательных расстройств, СДР плода, проводить не надо, то есть выработка сурфактанта должна как бы происходить нормально, поэтому мы как бы не боимся еще из-за такой аспект, как то, что он просто не захочет дышать. Гестационный срок менее 34 недель при аналогичных показаниях требует внутриматочные гемотрансфузии, либо, если невозможность их произвести, никуда не денешься, и даже срок меньше 34, все равно показано родоразрешение. Если нет условий для проведения внутриматочной гемотрансфузии, следует провести, вот еще расскажу, профилактику респираторного дистресс-синдрома кортикостероидами в течение 48 часов. То есть для этой цели используют дексаметазон, либо бетаметазон суммарной дозировки 24 миллиграмма. Есть две схемы, это 12 миллиграмм через 24, 12, это есть 24, либо 6 через 12, но 4 раза. То есть эта профилактика проводится в сроке до 34 недель. И родоразрешение тогда уже планируется после проведения вот этой вот профилактики. Если срок беременности менее 34 недели, легкие плода незрелые и есть возможность для проведения внутриматочной гемотрансфузии, то приступают к их проведению. Были бы, конечно, только к этому условию. Несколько методик. Вот раньше была внутрибрюшинная, когда вводили ретроцитарную массу непосредственно в брюшную полость плода. Но в настоящее время практически не используется. Сейчас используется внутрисосудистая, когда вводят ретроцитарную массу в вену пуповины. Требования к этой ретроцитарной массе. Это первая группа, резус отрицательная, тестированная и негативная на вирус гепатита B, С, цитамигаловирус и ВИЧ, совместимая с матерью и плодом. Отмыто в физиологическом растворе для введения к минимуму риску вирусного заражения. Мы видим, в плоду вводится резус отрицательная кровь. Для чего? А для того, чтобы вот эти материнские антитела не бомбили вот эти вот положительные антигены плода. Поэтому сюда пошла резус отрицательная кровь. Внутрисосудистая гемотрансфузия обеспечивает подавление продукции фитальных эритроцитов, пролонгирование беременности до более зрелого гистационного возраста плода и что позволяет предотвратить осложнения, связанные с глубокой недоношенностью. И основное или одно из основных осложнений глубокой недоношенности мы с вами уже сказали, это что это дыхательная недостаточность, недрелость легких. Гемолитическая болезнь новорожденного. Ну, в случае отсутствия лечения гемолитической болезни плода, после рождения ребенка развивается гемолитическая болезнь новорожденного, которая может быть представлена либо гемолитической анемией, либо желтухой с гемолитической анемией, либо водянкой с гемолитической анемией и желтухонь. Клинические признаки гемолитической болезни новорожденного. То есть существует три степени тяжести гемолитической болезни плода. В зависимости от таких клинических признаков, как анемия по содержанию гемоглобина, по количеству билирубина и наличием отечного синдрома можно определить три степени тяжести гемолитической болезни плода. Первая степень – это гемоглобин 150, билирубин 85,5, при этом такой отечный, либо такой пастозный синдром. Дальше идет снижение прогрессивной гемоглобина до 100 грамм на литр, повышение билирубина до 136, вторая и третья, мы имеем уже 100 гемоглобин и к 136 поднимается уровень билирубина. Желтуха, сейчас давайте немножко поговорим о разных видах желтухи, появление видимой желтой окраски кожи склер и или слизистых оболочек ребенка вследствие повышения уровня билирубина в крови новорожденного. Классификация по времени появления обтеки бывают разные. Желтуха, которая появилась в первые 24 часа – это всегда признак патологии. Физиологическая желтуха акцент проявляется после 36 часов жизни ребенка и характеризуется повышением уровня общего билирубина, но не превышает показатель 205. Осложненная физиологическая желтуха – это физиологическая желтуха, течение которой может сопровождаться изменениями состояния ребенка. То есть, когда говорят, что пожелтел физиологическое, мы помним, что физиологическое – это после 36 часов. А если желтуха появилась в первые сутки, то это всегда признак патологии. Также есть еще затяжная либо пролонгированная желтуха, которая определяется вообще после 14 дня жизни у доношенного и даже после 21 дня у недоношенного ребенка. Поздняя, которая появляется после 7 дня жизни. Ну, понятно, что все эти желтухи, наверное, кроме физиологической, то при физиологический контроль билирубина, в общем-то, требуют тщательного дообследования. Критерии диагноза гемолитической болезни мы ставим, если ребенок рожден генерализованными отеками, анемией, при этом гемоглобин менее 120, гематокрит менее 40. Появление желтушного окрашивания кожи ребенка в первые сутки после рождения, при этом имеется положительная проба хумса. И появление бледной окраски кожи в первые сутки и лабораторно подтвержденная анемия с гемоглобином менее 135 и гематокрит менее 40, а также повышение уровня ретикулоцитов. То есть во всех этих состояниях будет стоять диагноз гемолитическая болезнь вырожденного. Лечение гемолитической болезни. Первое, это, конечно, основные ее цели. Это предупреждение развития поражения центральной нервной системы в результате токсического воздействия билирубина. Это предупреждение развития тяжелой гемолитической анемии. И методами терапии два. Либо фототерапия, либо заменная трансфузия, либо называется заменное переливание крови. Ну, на этом слайде опять же видно, что в зависимости от массы тела и от уровня билирубина определяется либо это фототерапия, либо это сразу заменная переливания крови. То есть пока уровень билирубина не критический, возможно, это будет сначала фототерапия, а при повышении, конечно, встанет вопрос о заменном переливании. Фототерапия – это одна из процедур физиотерапии, основанная на лечебном воздействии ультрафиолетового спектра солнечного света длиной волны 400-550 нанометров. Под воздействием этой световой волны, именно вот этой длины, билирубин превращается в изомер, который организм новорожденного способен вывести с физиологическими отправлениями, что снижает уровень билирубина в крови и защищает организм от его токсического воздействия. То есть используются специальные, в общем-то, ультрафиолетовые лампы с определенным спектром солнечного света. Ну, никто не запрещает, в общем-то, и выложить на солнышко, на подоконник погреться, если вдруг дефицит. Дальше. Показания к заменному переливанию крови у доношенных новорожденных с гемолитической болезнью. То есть от чего же зависит, что здесь уже есть показания к заменному переливанию. Первое – это уровень общего билирубина в поповинной крови более 80 микромоль на литр. Теперь учитывается подчасовой прирост билирубина при условии проведения фототерапии. То есть, в общем-то, фототерапию никто и не отменял. Если мы говорим о несовместимости по резус-фактору, если есть подчасовой прирост больше 7 микромоль на литр, это является показанием к заменке. Если имеет несовместимость по группе, то прирост билирубина больше или равен 10 микромоль на литр. Анемия в первые сутки меньше 100 также является показанием к заменному переливанию крови. Требования крови для заменного переливания. При наличии гемолитической болезни новорожденного по резус несовместимости использовать одногруппную с ребенком кровь, опять же, резус отрицательной принадлежности или резус отрицательную ретромассу первой группы в плазме четвертой группы крови. При наличии гемолитической болезни по АВ0 используют одинаковую с ребенком по резус фактору ретромассу первой группы в плазме четвертой группы. В ургентных случаях при неизвестной резус принадлежности используют резус отрицательную ретромассу, но ургентные случаи, как бы я пока опущу, все-таки группу и резус, конечно, это надо знать и определять. При одновременном наличии несовместимости по резус фактору и по АВ0 системе используют резус отрицательную ретромассу первой группы в плазме четвертой группы. То есть кровь еще раз резус отрицательная. Теперь вот вернемся немножко к резус иммунизации. Мы говорили о том, что если женщина резус отрицательная, но не иммунизированная, то есть у нее нет титра антител, ей тогда показана вот эта профилактика. Если у женщины есть титр антител, о какой профилактике мы говорить не будем. Мы говорили о профилактике в 28 недель. Это профилактическое введение. Вот это 1500 международных единиц, что соответствует 300 микрограмм антирезус Д иммуноглобулина. Если профилактика в этот срок во время беременности не была проведена, то обязательно в течение трех суток после родов вводят вот это 1500 международных единиц антирезус Д иммуноглобулина. Профилактику это можно провести и на более ранних сроках. Вот при сроке беременности до 13 недели доза антидеиммуноглобулина составляет 50-75, а в сроке уже 13 недель и соответственно вводят 28, это 300 микрограмм. То есть профилактика резус иммунизации. Еще раз, проводится резус отрицательным женщинам, но без титра антител. Если титр антител есть, то ни о какой профилактике мы не говорим. Назначение этого же антирезус Д иммуноглобулина, еще раз резус отрицательным не иммунизированным женщинам во время беременности, необходимой после процедур, которые сопровождаются опасностью плодово-материнской трансфузии. Это любое прерывание беременности, либо искусственное, либо самопроизвольное, это внематочная беременность, это эвакуация плодового заноса, это проведение амниоцинтеза, особенно трансплацентарного, это проведение биопсии ахориона, кордоцинтеза. Кровотечения во время беременности обусловлены преждевременно отслойкой нормально расположенной плаценты, либо предлежанием, это закрытая травма брюшины матери, это наружный поворот при тазовом предлежании, внутриутробная гибель, опять же, случайное переливание резус положительной, но не должно быть таких случайностей, либо транспозия тромбоцитов. То есть во всех этих случаях, если женщина резус отрицательная, но опять же акцент, она не иммунизированная, у нее нет титра антител, показана эта профилактика в дозе 1500 международных единиц. Дозу антидея иммуноглобулина все-таки рекомендуется увеличить при кесаревом сечении, при длежании плаценты, отслойке и операции в ручном отделении плаценты и в отделении последа. Профилактика может быть неэффективна в следующих случаях. Введенная доза слишком мала и не соответствует объему плодово-материнского кровотечения. Пациентка уже была иммунизирована, введен нестандартный этот иммуноглобулин. Акцент я все-таки сделаю вот из всех вот этих пунктов, считаю самым значимым, это когда доза введена слишком поздно. То есть прописано 72 часа после родов, то есть трое суток. Это не четверое, не пятое и не тогда, когда вот захотелось. Если не проведена в течение 72 часов, то, конечно, она уже и будет, эта профилактика, неэффективная. Спасибо за внимание. Акценты расставлены. Благодарю за внимание. Здоровья. Берегите себя и своих близких. Спасибо.